Всем привет! Резиденция Януковича в Межигорье занимала территорию, равную примерно половине Монако. Так что место там нашлось и для поля для гольфа, и для зоопарка, и для искусственного озера с корабликом, а еще там была коллекция из примерно 70 автомобилей и мотоциклов. Несмотря на сообщения СМИ о том, что собрание было частным, на самом деле это государственная коллекция, которая копилась еще с советских времен. Некоторые автомобили и мотоциклы, очевидно, являются приобретениями из-за зарубежа, или спонтанными покупками на ebay. Вот некоторые авто из коллекции бывшего президента. ГАЗ М20 Победа В коллекции представлены несколько автомобилей ГАЗ М20 Победа, изготовленная на Горьковском автомобильном заводе, она была первой послевоенной машиной СССР и оснащалась 2,1-литровым, 4-цилиндровым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил. Сам автомобиль представляет собой довольно большой технологический скачок для завода ГАЗ, который с началом Второй мировой войны перешел на производство танков и грузовиков. Это был первый советский автомобиль без подножек, с электрическими стеклоочистителями, электронагревателем и встроенным радиоприемником. Как и его предшественники и преемники, М20 выпускался в самых разных модификациях, включая такси и кабриолеты. ГАЗ-22 в полицейской расцветке. Коллекция Януковича также содержала ряд седанов ГАЗ-21, в том числе универсалы ГАЗ-22. ГАЗ-21 представлял собой большой 4-дверный седан с 4-цилиндровым двигателем и был похож на старый Форд Мейнлайн. 21-й поступил в производство в 1956 году, заменив старый ГАЗ-20 Победа и был изготовлен в трех сериях рестайлингов. Было сделано огромное количество различных версий, включая машины скорой помощи, полицейские машины, даже праворульные образцы для экспорта. Первоначально планировалось, что ГАЗ-21 будет предлагаться с автоматической коробкой передачи, но только первые несколько сотен автомобилей были оснащены экспериментальной гидропневматической трехступенчатой коробкой передачи. Производство прекратилось в 1970 году и сейчас самые красивые образцы могут продаваться в розницу за более чем 30 тысяч долларов. Все ГАЗ-21 в коллекции Януковича, по-видимому, очень хорошо сохранились и среди них есть пара редких примеров. ГАЗ-12 ДИМ Вот еще один редкий лимузин советской эпохи. ГАЗ-12 ДИМ Большой седан предназначен для высокопоставленных чиновников. Начал свою историю в 1949 году после рекордного 29-месячного процесса разработки. Это были машины ручной сборки, так же, как и еще более эксклюзивные лимузины ЗИС, но они предназначались для политиков второго эшелона и заводских руководителей. В общей сложности между 1949 и 1959 годами было построено 21 527 тысяч таких автомобилей, которые использовались в такси и в качестве машины для медпомощи. Сложно назвать ее скорой помощью. Габриолет ГАЗ-13 Чайка Возможно, один из лучших российских автомобилей был ГАЗ-13 Чайка, который отличался экстерьером и сходством Спакарт Карибиан и Пакарт Патрити. Его сход с Спакартами не было результатом лени со стороны команды дизайнер. Заказ на оформление внешнего вида любого конкретного автомобиля, как правило, исходил сверху. Эти авто с двигателем V8 были первыми массовыпускаемыми советскими автомобилями с автоматической коробкой передач, и в иерархии советских лимузинов они заняли второе место сразу после автомобилей ЗИС и ЗИЛ, предназначенных для самых высокопоставленных членов Политбюро. Почти все 3189 авто были государственными, но некоторые из них были подарены частным лицам, как, например, единственный белый образец, который получила Валентина Терешкова. ЗИЛ 4104 Базовый 4104 заменил ЗИС 114, который был лучшим правительственным авто до конца 1970-х годов и отличался 7,7-литровым двигателем V8 мощностью 315 л.с. Автомобили 4104 серии были самыми длинными седанами в мире и даже попали в книгу рекордов Гиннесса. 4104 были седаны в различных версиях, которые иногда сильно отличались снаружи. Это были кабриолеты 41044, универсалы 41042, автомобили охраны 41072, и автомобили связи 41043 и 41049. Автомобили серии 4104 стали основой для седана с короткой колесной базы. В истории автомобилестроения это стало одним из немногих случаев, когда более короткий седан был разработан на основе более длинного. Автомобили 4104 серии оставались в ограниченном производстве до 2002 года, хотя служба безопасности президента была почти единственным заказчиком этих автомобилей в более поздние годы. Ну как вам, друзья, данная коллекция бывшего президента Украины Януковича? Пишите свое мнение в комментариях, какой же вы автомобиль хотели бы больше всего приобрести семье в коллекцию? Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо, до новых встреч!